Сегодня мы начнем новую тему. У нас теперь в плане рассмотреть несколько приближенных методов и радиационные поправки до конца семестра. Сегодня и на следующем семинаре мы с вами будем заниматься мягкофотонным приближением. Мягкофотонное приближение. И первое, что мы сделаем, мы некий долг с лекции с вами компенсируем. Что мы делали на лекциях? Если помните, мы там выводили основную формулу мягкофотонного приближения, которая нам говорила, что сечение с излучением одного фотона, это есть жесткое сечение, я вот так д сигма ноль обозначу, на д дубль в один, где д дубль в один после интегрирования по углу вылета мягких фотонов, но все еще дифференциальное по частоте фотона, выглядело как минус 2 альфа делить на пи, д омега на омега, да, где омега – это частота мягкого фотона. А здесь стояла вот такая скобка. Я ее сейчас один раз напишу, потому что нам она сегодня понадобится несколько раз. Здесь сумма по всем начальным частицам. Стоит Q и Т, Q и Т штрих, то есть произведение зарядов в единицах заряда электрона, F, Q, C, И, Т, И, Т штрих. Дальше со знаком плюс также идет у нас сумма по всем парам конечных частиц, произведение зарядов конечных частиц на функцию, которую сейчас выпишу, и сумма по всем парам, где одна частица начальная, другая конечная по всем таким парам, да, со знаком минус, Q, И, Т, Q, Ф, Т, то есть заряд начальной частицы, заряд конечной частицы в этой паре, и X, И, F. Вот такая скобка, где F от кси, это было что такое? Здесь стоит кси, корень квадратный, единица плюс кси квадрат, здесь была сумма квадратов вот этих величин, то есть 2 кси квадратик плюс 1. В логарифме стоит просто сумма этих величин, кси плюс корень 1 плюс кси в квадрате, и минус 1 для удобства еще, минус 1 вот такая. А кси, например, вот этот напишу как наиболее общий, и F, это есть корень квадратный, из ПИ плюс ПФ в квадрате минус МИ плюс МФ в квадрате делить на 4МИМФ. Так вот, или что-то же самое, чуть-чуть по-другому записать, МИ минус МФ в квадрате минус ПИ минус ПФ в квадрате поделить на 4МИМФ. То есть это такая штука, которая зависит от наших кинематических инвариантов. То есть вот это наши инварианты кинематические, там С, Т, У и так далее. Но что главное, что в нее кси не входят только импульсы жесткой части, то есть мягкая часть, то есть частота омега туда не входит. И в процессе вывода вот этой функции F от кси мы с вами считали интеграл. Интеграл. Я его обозначу буквой И. Этот интеграл у нас был какой? Омега квадрат Д омега умножить на, здесь было П, П штрих, К на П, К на П штрих. То есть нам нужен был вот такой интеграл, чтобы провести интегрирование по всем углам вылета мягкого фотона. Я просто напоминаю то, что было на лекции. И мы этот интеграл, как посчитали, мы сказали, что это релятивистский инвариант, это релятивистский инвариант, и вот это релятивистский инвариант. Омега квадрат Д омега – релятивистский инвариант. И, пользуясь этим фактом, мы взяли систему, в которой четырехимпульс П имеет только нулевую компоненту, и в этой системе посчитали этот интеграл, а потом ответ выразили через инвариантные величины. И таким образом нашли вот это выражение. То есть мы использовали, что омега квадрат Д омега – это релятивистский инвариант. Ну вот давайте это сейчас и докажем. Это совсем простенькая задача. А я здесь выпишу для завершения как бы еще асимптотики функции f от xi. То есть они нам тоже будут нужны. f от xi у нас как себя ведет? Если xi стремится к нулю, стремится к нулю, то если мы разложим вот эти корни аккуратно до второго порядка, то это будет 4 третьих кси в квадрате. То есть вот эту единичку для этого и отнимают, чтобы при малых кси он стремился к нулю, чтобы функция f от xi стремилась к нулю. Отнимание от единички никак не изменяет круглую скобку, потому что у нас есть закон сохранения заряда. Можно было отнять 5, 6 или любое другое число. А при больших кси просто сразу отсюда видно, как эта функция ведет. Это будет 2 логарифм 2 кси минус 1. 2 логарифм 2 кси минус 1. Это когда кси к бесконечности. Кси к бесконечности. То есть у нас картинка какая-то такая. Если я здесь кси рисую, сначала это кусок параболы при малых кси, где кси много меньше единицы. А потом это выход на логарифмический рост, где кси много больше единицы. А при кси порядка единицы, это функция порядка единицы. То есть она никаких особенностей в этом смысле не имеет. Просто возрастает, и возрастает так и все. Давайте докажем, что омега квадрат д омега – литийский вариант. Значит, что у нас есть? У нас есть, скажем, некая ось Z, вдоль которой мы совершаем бусты. и наш фотон. Есть угол тета. Очевидно, что это выражение инвариантно относительно вращения, потому что это просто площадь, правильно? Это кусок площади сферы радиуса омега квадрата. То есть относительно вращения – это инвариантная величина. Осталось проверить, что относительно бустов – это инвариантная величина. Вот мы выбрали в качестве Z – это ось, вдоль которой мы делаем буст. И давайте проверим, что это релятивистский инвариант. Ну, кто с первого курса преобразования Лоренца помнит? Есть такие? Давайте, Евгений, идите. Нарисуйте нам их. То есть вдоль Z у нас идет буст, да? Значит, какие компоненты четырех вектора K остаются неизменными? Ну, то есть K, Z у нас меняется. Давайте K параллельно ее обзовем. K параллельно. K параллельно – это что такое есть? Просто чему оно равно сразу напишите. K параллельно – это KZ, чему оно равно. У нас есть омега частота. Омега на косинус тета, да. Омега на косинус тета. К перпендикулярная – это вот эта величина. Она при бусте меняется как-нибудь? Не меняется. Значит, K штрих равняется вот так вот. Давайте еще одну такую же картинку нарисуем. Уже пробустированная система. Вот у меня есть K штрих, здесь есть омега штрих, K параллельная штрих, K перпендикулярная штрих, да. А вот это – тета штрих. Ну, также давайте напишем, что такое K параллельная штрих. То есть, это есть косинус тета штрих на свою частоту, на омега штрих, да. Теперь преобразование Лоренца надо написать. Преобразование Лоренца для частоты как будет выглядеть. Омега штрих – это что такое? Гамма, здесь стоит омега. Здесь стоит бета. Угу, на… Ну, тоже омега писать. На К параллельно. Ну, вы можете К параллельно написать или омега на косинус тета, как К параллельно. Это зависит от того, куда вы буст делаете. Ну, здесь поставьте любой знак, ну, и потом его тоже сохраняйте в следующем преобразовании. И какое K? Ага, K параллельно, да. K параллельно. Это параллельно плюс… Здесь тоже тот же знак, да, надо ставить. Можно было здесь минус поставить, но это не важно. Ну, а тут вот, что-то, у нас было V квадратно, C, по разумею, здесь у нас… Ну, C равно единица у нас, здесь проблем нет, это все одноразмерность. В это безразмерная величина. Подставляем, что такое, как параллельно сюда. Омегу наружу уносим. Угу. Да, совершенно верно. Нам нужно, что с вами? Нам нужно с вами написать, да, написать, что такое омега штрих в квадрате, D омега штрих. Вот такую величину нам нужно написать. Что такое омега штрих мы уже написали, да? Нам нужно еще косинус штрихованный. Косинус тета штрих отсюда, чему равен? Косинус тета штрих. Угу. К параллельный штрих поделить на омега штрих. Подставляем. Вот у нас закон преобразования. В К параллельное тоже можно было омегу вынести. Ну, напишите, чему оно равно здесь. Ну, хорошо, давайте. Только не единица тогда уж, да? Ну, хорошо. Напишите здесь, чему оно равно. Омега выносим. Угу. Косинус тета плюс бета, да? Угу. А омега штрих у нас один плюс бета косинус тета, да? Угу. Благодаря тому, что К параллельный штрих равно К параллельный штрих, равно К параллельный штрих, что отсюда следует? Как связаны Дэфи и Дэфи штрих? Здесь есть же так же, это как же. Равны друг другу, да? То есть Дэфи равняется Дэфи штрих, да? Ну, вот и пишем, чему равна вот эта штука. Подставляем все такое омега штрих в квадрате. Ну, для порядка пока Дэфи штрих-то пишите, о следующем равенстве будете писать уже что-то Дэфи. Угу, равно. Подставляем. Дэфи, надо Д косинус тета штрих, да? То есть продифференцировать по Д косинусу это все дело. Ну, дифференцируем, как дробь обычная. Сразу по косинусу или по Дэфи? Почему по косинусу? Ну, нам же Д косинус нужен. Сразу пишите Д косинус тета сюда впереди. Д косинус тета. А там производную, как производную дроби. Помните считать? Молодцы. Я проверю. Производная числителя на знаменатель минус производная знаменателя на числитель, да? На производную знаменателя, ой, на знаменатель в квадрате. Да, отлично. Дэфи на косинус сокращается. А что остается в этой скобке? Нарешите, что здесь остается. Остается 1 минус бета в квадрате, правильно? А это единица на гамма в квадрате. То есть единица на гамма в квадрате, которая в круглые скобки сокращается, с вот этим гамма в квадрате, да? Дальше что еще сокращается? Так, это мы выставляем, чтобы было... Да, с вот этими что происходит? А это тоже сокращается. Ну и все, чему равно? То есть осталось... Гамма в квадрате сократилась, осталось омега в квадрате и д омега. Вот все. То есть проверили просто явной подстановкой, что омега в квадрате и д омега – литивийский инвариант. Спасибо. Вот такая вот простенькая задача. Хорошо. Здесь все понятно? Все? Вопросов нет? Тогда давайте... Тогда давайте следующую задачку посмотрим. Ну, это простая задача. Я думаю, весь вопрос не должно возникнуть. Если вдруг что-то надумаете, спросите потом. Вторая задача. Просто на внимательность. Такую задачку сейчас решим. Вот у нас есть формула. Наша основная формула, да? Мягкофотонного приближения. Вот она. Давайте потренируемся ее использовать. Рассмотрим сечение E+, E-, с излучением одного мягкого фотона. То есть мягкий фотон может откуда-то отсюда. Ну, я для определенности вот к этой ноге его пририсую, да? Ну, вы понимаете, что он может отсюда излучиться, отсюда, отсюда, отсюда. То есть четыре разных диаграммы есть в общем-то случае, да? И попробуем найти... Че? Че не так? Че у миона стер? У миона стрелка не туда. А, у миона стрелка не туда. А, ну да, все. Да, бывает. Бывает, да. Это у нас стрелка сюда, то есть это ми плюс, да? Здесь стрелка сюда, это E+. Угу, спасибо. Найдем давайте вот что. Найдем D-сигма с излучением одного фотона по D-омега. То есть вот такую спектральную величину, спектральное распределение. D-сигма по D-омега. То есть частоту дифференциальную, дифференциал по частоте мягкого фотона мы оставляем, потому что мы помним, что от него идет логарифмическая расходимость, да? Связанная с вот этой инфракрасной катастрофой, которая там в достаточно инклюзивных сечениях, она сокращается, да? Это инфракрасная расходимость. Поэтому если мы рассматриваем просто излучение мягкого фотона, то вот эта штука, она измеряем. Это вполне можно измерить. То есть этот график от частоты построить. Это наблюдаемая величина. Давайте попробуем ее найти. У нас все есть. Сечение исходного процесса вы знаете. Формула у нас есть. Давайте к доске кто-нибудь идите. Кто? Давайте, Леонид, идите. Ну, давайте напишем на DW1 по D омега. Ну, просто для начала общую формулу напишем, а потом будем подставлять. То есть это есть D-сигма, 0, да, DW1 по D омега, да? По D омега. Вот. А теперь аккуратно подставляем. Что такое вот это вот D-сигма? Дифференциал сечений, да? Как он устроен? Какая у него D-сигма, как его обозначить? D-сигма, 0. Какое поведение у него? Ну, он дифференциал почему? По минус D. Ну, или по минус D, либо по углу разлета, да? По углу разлета. Вот зависимость от угла какая будет? Ну, хотя бы для ультрарелятивизма. Вспомните, как она выглядит. Нам на самом деле только качественное ее поведение сейчас важно. То есть мы помним, что там мы считали аккуратно... Да, 1 плюс косинус в квадрате Т, действительно. Ну, и по размерности все-таки что-то у нас. Так. По размеру S в квадрате. S? Ой, нет, ну квадрат-то много. Просто S. Ну, и для красоты еще понятно, что альфа в какой степени будет. Да. То есть мы знаем, это в ультрарелятивизме. Такое выражение, да, в ультрарелятивизме. Если бы... В ультрарелятивизме по мионам, да? Если бы мы ультрарелятивизм по мионам не считали, то здесь бы тоже в зависимости от углов была единица и тоже косинус в квадрате Т для неполяризованного сечения тоже входил бы косинус в квадрате Т. Да? Вот просто это мы зафиксировали, эту информацию. Давайте подставляем сюда. Подставляем. D-сигма не надо подставлять, просто пока пишите, как оно есть. D-сигма. А, ну, для порядка. Напишите D-телесный угол. D-омега, да. Все-таки у нас дифференциал, да? А эту подставляем. Вот она у нас написана. Я вам говорил, что вот этой формулой удобно пользоваться для пар начальных и конечных частиц, а вот этой формулой удобно пользоваться для пар, когда одна начальная, другая конечная. Ну, просто через функцию F пока напишите. То есть, нет, вы эту сумму пишите, что это за сумма будет конкретно уже. Здесь-то частиц немного. Вот, начинаем с вот этой суммы. То есть, здесь идет сумма по всем парам начальных частиц. Сколько таких частиц вообще? Сколько таких пар точнее? Одна пара, да? То есть, здесь будет один член. С каким он знаком будет? С минусом. С минусом, потому что это плюс, а это минус, да? Один позитрон, другой электрон. F. Значит, для начальной мы пользуемся вот этой формулой. Это что такое будет? Сумма начальных импульсов. Это что такое? Это S у нас, да? А, сразу симптотику F. Зачем? Не надо пока симптотику, просто пока пишите F и все. Мы же еще не знаем, где эта симптотика работает. Нет, вы вот это XI напишите, как оно выглядит. Что такое XI? Вот для пары начальных частиц это XI будет что? Корень из всей этой радости. Так и пишите его. У нас же ультралитивизм. Да, мы сейчас воспользуемся, что у нас ультралитивизм. Давайте пока напишем, что здесь. То есть, здесь действительно правильно Леонид говорит, что у нас по электронам всегда ультралитивизм, поэтому вот этот аргумент первой функции XI, он всегда велик будет, да? Он всегда большой. А вот то, что мы говорим, что излучает мион, он же, надея, более-менее, чем по электронам. Почему мион излучает? Здесь. Это просто я нарисовал одну из четырех диаграмм. У нас четыре диаграммы, где излучение может мягкого фотона с каждой из линий. Да, вот одну из них я нарисовал. Хорошо. Дальше двигаемся по конечным частицам. Для конечных частиц. Что у нас? Направим. Угу. Тоже знак минус, да? Потому что у них разные заряды в конце у миона, и плюс, ими минус. Так. Для миона у нас что будет? Здесь будет какой он вариант? Ну, тоже. Тоже С. Тоже С. С. Угу. Давайте по-другому как-нибудь. Ага, четыре ми квадрата. Да. Так. Ну, я эти, по-моему, две пары. Дальше. Начальные и конечные. Таких пар сколько всего? Четыре. Четыре, да? Одна такая, одна такая, одна такая, одна такая. Да, четыре пары у нас есть. Давайте последовательно пишем. Скажем, это с этим. И это с этим. Первая пара, это с этим. Так. Знак минус. Вот здесь знак минус. И здесь у них противоположный знак, да? Угу. Пользуемся вот этой формулой. Да, вот этой формулой пользуемся. У нас теперь мы вычитаем из импульса электрона импульс антимиона. Да, это у нас какой он вариант? Ну, Т обычно. Ну, это не принципиально, но Т обычно с одинаковыми. Ну, можете Т обозначить, как хотите. Если это Т, то другой У. Просто запомните его. Кто есть кто? То есть будет корень. То есть Т у вас, это есть вот этот минус этот, да? Это вариант Т. Да? Что вы сделали? А, вы масса электрона пренебрегли? Ну, ладно, пренебрегли, пренебрегли. Угу. Это вот эта пара, да? Теперь вот эта пара что нам дает? То же самое. То же самое, да? То есть можем на двойку умножить. На двойку умножить. Угу. Теперь вот эта пара. Этот с этим. Ну, то же самое. Угу. Да. Все, скобка закрылась. Угу. Отлично. Вот такое выражение у нас получилось. Дальше нам нужно, что сделать? Пренебрегли, масса электрона туда? Да, вот там, в этом выражении масса электрона пренебрегли или нет, да? А омега куда делаешь? Омега забыл. Здесь еще д омега делить на омега. Угу. И мы это должны, поскольку нам нужно оставить ответ только, в ответе только частоту, да? То есть, а по всем остальным дифференциалам проинтегрировать. Проинтегрировать. То есть мы интегрируем по чему? Почему мы здесь интегрируем? По углу. По углу, да? По углу вылета интегрируем. Вот где у нас угол вылета сидит? Где он есть? В Т и У. Давайте их напишем, что такое Т и что такое У. А еще где угол есть? В Т есть, в У есть, еще где? В Д сигме. В Д сигме, да? Вот он как-то так вот, да, выглядит в ультралитивизме. Но мы знаем, что в Д сигму входит единица и входит косинус квадрате тета. Это нам сейчас достаточно. Пишите, что такое Т, что такое У. Как оно от косинуса тета зависит? Т мы обозначили, это что такое? В минус, минус, по плюс, да? Ну ладно. Минус. Угу. М в квадрате. М в квадрате. Плюс М в квадрате. Ну, вы не предберегаете, но ладно. В системе центра инерции, если мы пишем. У нас вот это сечение, оно дифференциально написано в системе центра инерции, да? Через угол рассеяния, да? Так, это минус Е в квадрате, да? Да, Е в квадрате. Угу. С на 4. Ну, можете как С на 4 написать, да? Е в квадрате вынесли за скобку. А в скобке что останется? Единичка. Тогда будет. И? Косинус угол рассеяния. А перед ним какой коэффициент? Так, он, если и минус, по положительной силе летает. Ну, в смысле, с бело на право, да? Ну? Ну, если. Угу. А, ну, минус. Минус, хорошо, но это вопрос то, как мы определяем угол тета, да? Если у вас начальный электрон летел, здесь вот начальный электрон, а вот это ваш конечный антимион, то если вот этот угол тета, мы определили, что это угол тета рассеяния, тогда здесь будет минус, а здесь еще какой коэффициент? Бета чья? Бета электрона у нас единица равна, да? Да, с хорошей точностью у нас ультралитивизм. Бета миона, да? Бета миона, ага. Да, вот так. Здесь двойка еще, здесь же двойка и сдвоенное произведение. Угу, правильно. С пополам здесь должно быть. Инвариант у пишем. У нас он связывает с минус, и это угол пи минус тетки, да? У нас все то же самое, только знак другое будет, да? Угу. Угу. То есть какое-то вот такое выражение, да? Вот теперь представьте, что вот это t, оно так вот зависит от косинуса, со знаком минус, да? Вот это u зависит от косинуса через знак плюс, да, здесь. А теперь мы берем от всего этого интеграла. Можем мы этот интеграл посчитать? Вот это вроде бы какая-то сложная такая функция, там, да? Можно этот интеграл посчитать? Мы вспомним с вами, что d-сигма 0 зависит только от косинуса квадрата. Оно и в ультралитивизме зависит от косинуса квадрата, и в нералитивизме по мионам тоже от косинуса квадрата зависит. Можем интеграл взять? Ну, с простого начинаем. Вот эти члены зависят вообще от косинуса тета? Не зависит. Значит, мы их можем проинтегрировать, правильно? Мы их интегрируем, и коэффициент перед ними будет что такое? Если сигма 0 проинтегрирую, то получится что? Какой ответ? Ну, вот это проинтегрировано. Проинтегрированное это выражение, но мы для него ответ знаем же, да? Уже со всеми коэффициентами правильно. Помните там что было? Не очень. 4π на 3, альфа квадрат делить на s, да? Оно в вашем задании встречается, это поэтому не лишнее повторить. Что еще там есть? Какой множитель? Альфа квадрата на s, это вот мы воспроизвели, 4π на 3 численный коэффициент. Еще характерный множитель какой? 1 плюс, там, да, есть еще, ну сейчас напишут, 1 плюс 2μ квадрат делить на s, 2μ квадрат делить на s, такой есть. И еще, правильно Евгений подсказывает, есть еще βμ, не здесь только, перед всей скобкой, да, βμ. Не, не в квадрате, не в квадрате. У нас же это βμ откуда берется? Оно же, это кусок от s-волны, правильно? От s-волны, поэтому в полном сечении стоит β в степени 2L плюс 1. Если у нас начинается все с s-волны, то здесь β в первой степени стоит, мы это уже обсуждали с вами, да. Вот, то есть вот эти два члена мы легко и радостно проинтегрируем и получим вот такой общий коэффициент, правильно? Что про эти члены можно сказать? То есть мы для вот этого интеграла, да, для вот этого интеграла, скажем, можем произвести замену переменных. θ заменить на что? На π минус θ. π минус θ. Имеем право сделать, правильно, в интеграле? Тогда d сегма 0 не изменится, потому что оно только от косин с квадрата зависит, да? А при такой замене t перейдет в u. t перейдет в u. Согласны? То есть с последними двумя членами произойдет полное сокращение, совершенно верно. Ну вот давайте запишем результат, который получится. То есть несмотря на то, что функции f какие-то достаточно сложные, мы вот смогли проинтегрировать без всякого труда, да? Здесь еще есть, ну пишите все коэффициенты просто. Откуда четыре? Ну эти два сложатся. Ну они вообще говоря разные. Если у вас ультралитивизма по миону нет, то здесь стоит гамма-фактор электрона, здесь стоит гамма-фактор миона, да? Ну давайте не переписывая все-таки подобные здесь уберите. Уберите, пи сократится, пи сократится. Двойка уйдет во что? Восьмерку. Восемь, да? Ага. Вот такое выражение. Ну все лишнее. Сотрите, чтобы красиво все выглядело. То есть вот такое получилось выражение. Ну давайте напишем, как оно в ультралитивизме по электронам и мионам выглядит. Если у меня и по электронам, и по мионам ультралитивизм, то что здесь будет стоять? Каждая из эфов перейдет в свое симпатическое выражение, да? Вот эту двойку, которая перед логарифмом, обычно ее удобно внутрь затаскивать, чтобы у вас от корня избавиться, да? У вас корень тогда в квадрат возведется. Да, можем этим уже пренебречь. То есть останется просто 8 на 3. Бета тоже у нас единичка уже в ультралитивизме будет, да? А здесь давайте одни большие логарифмы оставим, единицу тоже выкинем. То есть будет... А двойку внутрь запихиваем, тогда получится, что логарифм... А вот четверка, она как раз вот этой четверкой у вас и сократится. Можно объединить S в квадрате, а здесь мю в квадрате, да. Да, да, да. Какое-то вот такое выражение. То есть мы видим, что мы можем вот так спектр фотонов найти, и он логарифмически усилен по сравнению с исходным сечением сигма-0, да? В ультралитивизме. Угу, хорошо, спасибо. Понятно, да, все, что мы делали? Просто формулу применяли аккуратно, следили за знаками и так далее. Здесь никаких сложностей не было. Вопросы есть какие-нибудь? Тогда давайте дальше двигаться. Третья задача. Рассеяние на ядре. У нас есть рассеяние на ядре. И есть излучение мягкого фотона. П штрих, К, П. И мы также хотим найти величину D-сигма-1-гамма, то есть сечение с излучением одного фотона, дифференциальное по частоте, по D-омега. То есть мы должны по всем переменам проинтегрировать, кроме чистоты, потому что она у нас в знаменателе, мы с ней имеем инфракрасную проблему. Давайте. Эта задача, она попроще, но в ней есть некий новый элемент. Ее я сейчас объясню, а следующую задачу кто-нибудь из вас уже. Только внимательно тогда слушайте, что я сейчас буду рассказывать. То есть мы должны что взять? Берем интеграл по всем кинематическим переменам, в данном случае это угол рассеяния только, так же, как в предыдущей задаче. От D-сигма-0, а здесь стоит DW1 по D-омега. Смотрим, что такое D-сигма-0. 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 D-сигма-0 мы с вами считали. То есть это дифференциальное сечение рассеяния, упругого рассеяния электрона на ядре. Оно у нас с вами было. Выражение там получается такое. Z-альфа в квадрате. Четверка общая. Поделить на, так напишу, T в квадрате. Сейчас напишу, что такое T. Здесь стоит энергия в квадрате. Энергия сохраняется, да, в стационарном поле. А здесь единица минус бета-квадрат синус в квадрате тета пополам. Где тета – это угол рассеяния. А T – это минус, если так напишу, давайте здесь картинку для D-сигма-0. Это ведро за рядом Z. здесь P, здесь P' – D-сигма-0. Это есть P' минус P в квадрате. Просто вот эту передачу я обозначил за T. Это и есть четырехмерная передача, в смысле четырехмерный импульс P минус P' правильно? Потому что у меня нулевые компоненты, их совпадают. Это и что такое? P – это есть 2P' – 2P' – это есть 2… Давайте так сделаем. То есть это есть минус 2P в квадрате, потому что P' в квадрате равен P в квадрате у нас. Верно? Во внешнем поле. Плюс 2P в квадрате умножить на косинус тета. Вот такое выражение, да? или что то же самое, если я 2p в квадрате вынесу, равняется минус 2p в квадрате, и еще двойка из формулы, да, будет 4p в квадрате на синус в квадрате тета пополам. Я воспользовался формулой 1 минус косинус тета, чем равен. Это есть 2 синус в квадрате тета пополам, да, вот здесь четверка получилась. То есть, это я написал, что такое t, и телесный угол d омега. Телесный угол d омега, то есть dφ на d минус косинус тета. И можно это переписать как dφ на d минус t поделить на 2p в квадрате. Согласны? Вот, то есть вместо того, чтобы интегрировать по косинус тета, я могу интегрировать по вот этому t. По этому t. В случае, когда у нас фотона нет, мягкого фотона нет, откуда t меняется? t меняется в каких пределах? Откуда до куда? t, да. t меняется в каких пределах? От нуля до 4p в квадрате, правильно? От нуля до 4p в квадрате оно меняется. Когда угол тета равен π, у нас это 4p в квадрате. Но главное это то, что оно меняется от нуля. То есть здесь оно у нас может принимать значение 0, и это значение отвечает углу рассеяния тета равное 0. Окей, давайте подставляем в наше выражение. Нужно еще написать, что такое dw по d омега. В этом dw какой член будет работать? Только третий, правильно? Только третий. Здесь знак минус, здесь знак минус. А знаки начального и конечного одни и те же зарядов. Потому что это электрон у нас, да? Это у нас электрон. То есть у нас это выражение выглядит как? 2 α на π. 2 α на π. Омега еще осталось. Так, интегралом написать. Интеграл. Интеграл у нас по d омега большое. По d омега большое. Но не по омега маленькое. По этой частоте мы оставляем дифференциальное сечение. 2 α на π. Омега. А здесь стоит f от xi. Пользуемся для xi этой формулой. И получается, что минус t поделить на 4m в квадрате. Правильно? Минус t поделить на 4m в квадрате. Для xi вот этой формулой я воспользовался. Это я написал все то, что идет от фактора излучения. И теперь пишу само сечение. Само сечение d сигма 0. Это z α в квадрате на t в квадрате. Как есть, так и пишу. e в квадрате здесь есть. 1 минус β в квадрате. Синус в квадрате надо тоже выразить через переменную интегрирование. Переменную интегрирование у нас теперь будет t. Точнее, минус t. Синус в квадрате это есть что такое? Это есть t поделить на минус 4p в квадрате. Поэтому здесь будет плюс t поделить на 4p в квадрате. и умножить на d омега. Умножить на d омега. Для d омега я сразу вот этот ответ напишу сюда. То есть dφ d-t поделить на 2p в квадрате. Правильно, ничего не забыл. И мы с вами должны проинтегрировать вот этот интеграл. Давайте, чтобы он не смущал. Я его даже вот сюда передвину, чтобы подчеркнуть, что я по омега не интегрирую. Я интегрирую по dφ и по d минус t. Давайте рассуждать дальше. Понятно, что вот эта функция f сложная. То есть в общем случае этот интеграл мы с вами не посчитаем. Но мы можем его посчитать в неком приближении. Мы сейчас будем его считать в логарифмическом приближении. То есть мы с вами в результате интегрирования будем знать вклад большого логарифма. Основной вклад, а симпатический, мы будем знать. Следующий за этим член мы его не будем учитывать. Хотя его тоже можно посчитать. Должным образом раскладывая функцию f, его тоже можно посчитать. Какие у нас есть области по переменной t? Если я смотрю на t, да, вот у меня переменная t, ну или точнее минус t, напишу минус t, потому что переменная минус t, она положительная. Вот раньше она менялась от нуля до 4p в квадрате, правильно? От нуля до 4p в квадрате. Теперь, когда у меня возникло, когда появился мягкий фотон, передача уже не может быть равна нулю, правильно? То есть если у вас здесь полетел мягкий фотон с чистотой омега, у вас уже не нулевая передача, даже когда угол рассеяния t равен нулю. То есть возникнет некая новая особенность, здесь какая, что появилась, какое-то t минимальное. Возникла минимальная передача, она достаточно маленькая, то есть она должна быть пропорциональна частоте нашего фотона. Я напоминаю, что наш фотон, он мягкий, то есть мы его считаем мягким, то есть омега делить на е много меньше единицы, фотон мягкий. То есть есть область по t, есть область малых t, малых t по сравнению с чем? Вот скажем, t минус t порядка m квадрат, вот все вот эти t я могу назвать малыми t, да? Все прочие t я могу назвать большими t. Вот у меня есть область малых t и область больших t. Вот смотрим на область больших t и попытаемся понять, возникает ли там большой логарифм при интегрировании... А? Не понял. Нет, вот я сейчас говорю, смотрим сейчас вот эту область больших t. Больших t. И глядим, возникает ли какая-то особенность или нет. Вот больших t это что такое? Это когда вот этот аргумент меняется от единички до своего максимального значения. Ну, если у нас ультралитивизм по электронам, то это что-то порядка гамма. От единички до гамма. От единички до гамма. То есть функция f при этом, она меняется от единицы, от величины порядка единицы, до какого-то такого логарифмического поведения на краю спектра. Согласны? По t. То есть по t зависимость здесь либо порядка единицы, это величина, либо это логарифм вот этого аргумента. Здесь стоит t квадрат, d минус t и еще t. Вот спрашивается, можем ли мы набрать здесь какой-то большой логарифм. Есть здесь логарифмический интеграл вообще или нет? Вот отсюда у нас максимум на краю будет логарифм минус t на 4m квадрате во второй области. Отсюда единицы на t квадрате, да, единицы на t квадрате. Здесь d минус t, ну и здесь есть единичка, и есть t. Логарифмический интеграл возникает где-нибудь или нет? В смысле, он там есть, то есть, да? Возникает, вот отсюда возникает, правильно? Возникает, потому что будет порядка там либо массы, либо 4m квадрата, либо и большинство. Да, он возникает, но он подавлен, правильно? Он подавлен тем, что здесь стоит p в квадрате. То есть, в принципе, здесь от вот этого слагаемого действительно возникает логарифмический интеграл. Да, то есть, так напишу, d минус t на минус t. Какой-то вот такой вот интеграл возникает. И по d минус t я интегрирую от порядка массы в квадрате до 4p в квадрате. То есть, такой вот интеграл возникает. То есть, некий логарифм здесь появляется. То есть, здесь появляется, так напишу, бета квадрат на 4p квадрат. Здесь будет логарифм в квадрате, правильно? Здесь логарифм еще есть, и здесь d логарифм стоит. А? Вы про это? Нет, еще одно p в квадрате, но под d минус. А, вот это p в квадрате? Да. Ну, хорошо, да. Хорошо. Давайте так. Я вот все вот эти множители, вот эти множители, вот эти множители писать не буду. Потому что они одни и те же и для этой единицы, и для вот этого члена. Хорошо? То есть, мы будем сравнивать вот эту единицу с вот этим членом. То есть, будет логарифм в квадрате минус t, минус t, ну, минус какое-то t максимальное. t максимальное, это у нас 4p в квадрате. То есть, стоит p в квадрате поделись на m в квадрате. То есть, от второй области тоже какой-то логарифм может идти большой. Потому что вот эта величина, она может быть достаточно большой. То есть, мы давайте для определенности будем считать, что у нас энергия много больше массы. Много больше массы. Тогда мы будем иметь здесь некий большой множитель. Но по сравнению, вот мы сейчас сравниваем вот эту единицу и вот этот член. Как они себя ведут, да? Но есть еще единицы на p в квадрате. То есть, некий знаменатель, который этот вклад давит. От этой единицы логарифмического интеграла вообще нет. То есть, никакого усиления нет. То есть, здесь интеграл логарифм минус t делить на t в квадрате. То есть, это величина порядка единицы. Интеграл сядет на нижний предел по t. То есть, сядет на квадрат вот этой массы. То есть, ничего интересного не возникнет. То есть, вместо вот этого p квадрата здесь будет стоять просто масса. А здесь первая степень логарифма. То есть, от вот этой единицы вклада никакого не будет. Это во второй области у нас такая история была. Что у нас в первой области происходит? В первой области это малые t. Малые в том смысле, что мы можем пользоваться для функции f, пользоваться ее асимптотикой в нуле. То есть, вот этой асимптотикой. То есть, t должно быть много меньше, чем m в квадрате. Минус t много меньше, чем m в квадрате. Тогда гарантированно я могу пользоваться асимптотикой. Здесь есть логарифмический интеграл? От какого члена он идет? От единицы. То есть, теперь важна вот эта единица. Давайте поглядим, как он будет выглядеть от этой единицы. Этот вклад. Собираю все множители. Куда-нибудь сюда вот вон пищу. От первой области. То есть, с логарифмической точностью останется вклад только от единицы. И это будет 8 α умножить на z α в квадрате. Разделить. Вот по dφ я могу проинтегрировать. dφ это просто будет 2π. 2π. У меня π сократится. Двойка там сократится. Останется здесь ω. Останется здесь π в квадрате. Вот эта двойка сократилась с двумя π. Здесь было 2π. А π сократилась вот этим выражением. Дальше. Что еще? Вот эти все коэффициенты я написал. И пошел интеграл по d минус t делить на t в квадрате. Здесь стоит верхний предел по t определяется каким соотношением. Это величина порядка квадрата массы. То есть, когда вот этот аргумент порядка единицы или много меньше единицы когда этот аргумент много меньше единицы я могу пользоваться асимптотическим разложением. Вот этим. Но с логарифмической точностью я могу верхний предел писать массу. Пусть здесь стоит, скажем, масса квадрат делить на 10. То есть число 10 много больше единицы. Тогда уж заведомо я могу вот этой асимптотикой пользоваться. Но вот это делить на 10 вот эта десятка в логарифме ее можно выкинуть под логарифмом по сравнению с большим фактором. То есть можете написать m квадрат делить на какое-то большое число m. Но это большое число, логарифм от него пренебрежим. А здесь стоит t минимальное. t минимальное. И что еще осталось? И вот это f. А для f я пользуюсь асимптотикой поскольку я нахожусь в той области по кси где можно пользоваться вот этой асимптотикой. То есть здесь стоит 4 третьих 4 третьих от кси в квадрате. То есть будет минус t делить на 4m в квадрате. Правильно? И что это такое получилось? Четверка у меня сократилась. Четверка сократилась. Здесь минус t минимальное. Я по d минус t пишу. Получили следующее выражение. Это есть 8 третьих 8 третьих альфа делить на омега z альфа в квадрате здесь остается а, я еще вот этот e квадрат забыл, да? Вот этот e квадрат я забыл и я его сюда вот напишу. e квадрат e квадрат делить на t квадрат и квадрат массы еще стоит. А здесь остался логарифмический интеграл который я беру то есть будет логарифм m квадрат поделить на минус t минимальное на минус t минимальное То есть вот такой вот вот такой вот вклад получился. Вот этот коэффициент обратите внимание этот коэффициент он такой же и здесь тоже для второй области. Правильно? Я его не выписывал коэффициент здесь будет такой же но впереди еще стоит дополнительное подавление единицы на p в квадрате вот это подавление поэтому после вычисления мы с вами увидим что вот этот логарифм он важнее вот этого логарифма то есть можно было смотреть сразу область только малых малых t а область больших t нам не дает достаточно вклада то есть там тоже есть логарифмический усиленный интеграл но логарифмический усиленный вклад но он подавлен по параметру энергия к массе за счет этого множителя то есть здесь вот возникало p квадрат в знаменателе а здесь возникло m квадрат нам осталось найти что такое t минимальное t минимальное давайте где-нибудь здесь вот эту найду то есть у нас какая картинка теперь есть электрон в начале электрон в конце и фотон то есть у нас есть закон сохранения импульса во-первых кроме того у нас во внешнем поле сохраняется энергия полная правильно то есть можно написать что е равняется е штрих е штрих плюс омега е штрих плюс омега давайте напишем что такое t минимальное t минимальное просто t это что такое ну со знаком минус у нас минус t минимальное входит минус здесь стоит p штрих p штрих плюс p штрих плюс k минус p в квадрате правильно то есть это передача вот эта передача которая здесь идет чему она равна чему она равна нулевые компоненты здесь сокращаются очевидно правильно так я что я ерунду написал ерунду написал да что я неправильно написал ну закон сохранения энергии у вас есть во внешнем поле да ну закон сохранения импульса же же нет вот это то нельзя писать правильно мы же во внешнем поле находимся у нас только энергия сохраняется в внешнем поле то есть это писать нельзя это писать нельзя импульс p штрих импульс p штрих по модулю чему равен это есть корень квадратный из е штрих квадрате е штрих квадрате минус m в квадрате правильно е штрих квадрате минус m в квадрате это есть подставляю сюда е штрих я из закона сохранения могу выразить что такое е штрих это е минус омега е минус омега в квадрате минус m в квадрате вот так то есть p штрих p штрих по модулю по модулю это есть раскрывая скобочки вспоминаю что у меня частота омега мала это маленькая частота что здесь будет стоять будет стоять е квадрат минус m квадрат минус 2 е на омега согласны? плюс его большое от омега в квадрате здесь вот члены омега в квадрате я их за собой дальше не смотрю я помню что у меня частота омега мала по сравнению с энергией вот это у меня квадрат импульса правильно? исходного импульса импульса p импульса p я его могу вынести наружу то есть это есть модуль p здесь останется единичка плюс точнее минус 2 е омега поделить на p в квадрате p в квадрате раскладываю до первого члена это будет p p p минус омега е поделить на p плюс о большое от омега в квадрате вот такое соотношение получу е поделить на p это что такое? это бета это бета-фактор получается p минус омега единица на бета единица на бета вот так здесь возвращаюсь к вычислению минимальной передачи значит просто определение для передачи у меня такое если учитывая закон сохранения энергии то остается только пространственные компоненты то есть плюс здесь будет p штрих плюс k минус p в квадрате вот так да t это передачи это вот тот импульс который вот здесь течет это квадрат вот этого импульса всегда да это всегда так то есть для случая когда у вас фотона нет это просто разность для случая когда у вас здесь еще что-то есть у вас это есть ну и законосоответствующее выражение из импульсов составленное то есть это квадрат вот этого импульса который здесь течет это есть t то есть если раньше передача могла быть равна нулю то есть у вас сюда не передается никакой импульс то теперь даже если у вас рассеяние вперед осуществляется но вылетает какой-то фотон у вас здесь обязана быть некая передача правильно вот мы ее и вычисляем эту передачу минимальное значение мы вычисляем то есть мы как это вычисляем мы говорим что передача будет передача будет минимальная в какой кинематике для какого случая когда фотон куда летит вперед да то есть по по импульсу p-штрих вместе с p-штрихом вот полетел p-штрих это p-штрих да а вот вместе с ним полетел фотон да это вообще говоря гипотеза потому что ну k может быть k может куда угодно быть направлен да ну вот давайте сейчас убедимся что он действительно должен вперед лететь чтобы она была она была минимальная вот для определенности примем эту гипотезу то есть скажем что фотон летит вдоль p-штриха да тогда я здесь вот могу скобки как раскрыть сказать что это есть модуль p-штрих плюс плюс омега минус p минус p да по модулю все в квадрате конфигурация понятна да то есть у меня есть рассеяние вперед то есть начальные и конечные электроны они коллинеарны да поэтому я здесь просто по модулю написал рассеяние вперед и фотон тоже излучается в ту же сторону что и п-штрих вот такая конфигурация если бы он скажем излучался в противоположную сторону то здесь вместо плюса был бы минус правильно был бы минус ну а давайте посмотрим что мы получим и убедимся что это действительно минимальное значение получается вот для p-штриха у нас есть выражение с вами мы его из закона сохранения энергии нашли вот оно да подставляем его сюда то есть получается что здесь стоит модуль p минус омега делить на бета плюс омега да минус модуль p и все это в квадрате правильно p сокращается как и должно быть мы помним что у нас минимальная передача должна быть пропорционально малости нашей то есть в данном случае частоте и глядим вот смотрите бета она у нас близко к единице да вот если бы я здесь поставил другой знак скажем знак минус то величина в скобке она бы увеличилась правильно по модулю то есть это была бы большая величина чем если здесь стоит знак плюс то есть при знаке плюс это у меня получается минимальное значение минимальное значение передачи согласны но по большому счету это некое размахивание руками потому что у меня есть здесь трехмерный трехмерный вектор да а я минимум этого выражения вот так вот вульгарно несколько нашел да но можно это и более аккуратно сделать ну по крайней мере интуитивно так это понятно что если он направлен в период долюте то здесь плюс будет если он направлен назад будет минус för rah�э не будет больше правильно если он направлен будет в бог то появится еще перпендикулярная компонент и который также увеличит это выражение она также его увеличит мы получили минимальное выражение которое есть что такое это есть в омега к квадрате а здесь стоит 1 минус бета в квадрате поделить на бета в квадрате. Согласны? Напоминаю, что мы для простоты рассмотрения взяли ультралитивистский случай, то есть у нас бета близко к единице. Поэтому я на 1 плюс бета в квадрате умножу и поделю числитель и знаменатель. Тогда это что такое будет? 1 плюс бета в знаменателе могу заменить на четверку. 1 плюс бета в квадрате могу заменить на четверку, потому что бета близко к единице. То есть будет 4. А в числителе возникнет, смотрите, 1 минус бета в квадрате и все в квадрате. Это есть что такое? Это гамма-фактор есть. 1 минус бета в квадрате – это единица на гамма-фактор. Правильно? В квадрате. То есть гамма-фактор в какой степени будет? Почему в квадрате? В четвертой степени. 1 минус бета в квадрате – это единица на гамма-фактор в квадрате. То есть здесь четвертая степень будет. То есть минимальная передача, она мало того, что на оминге пропорциональна, она еще обратно пропорциональна четвертой степени гамма-фактора. Вот такая минимальная передача получилась И мы можем подставить ее сюда Посмотреть, что получится E квадрат поделить на P квадрат Здесь вот бету я могу положить равной единице Это никакой сингулярности не приводит В ультралитивизме E квадрат это все равно что P квадрат У меня получится такой ответ 8 третьих Здесь будет альфа на омега Ну скажем, вот эту альфа на массу я могу написать Что это радиус электронов в квадрате для красоты Z квадрате А здесь останется логарифм Логарифм чего? M квадрате на гамма в четвертой степени Поделить на омега в квадрате Вот такой вот логарифм Вот такой логарифм То есть мы получили некий действительно большой логарифм При частотах омега достаточно маленьких Что такое маленькая частота в данном случае? То есть в какой области справедлив этот ответ? Как можно рассуждать? Можно рассуждать, что он справедлив в той области, где логарифм большой Да? Но это не совсем так Почему? Потому что логарифм может быть большой, но мы еще пользовались Когда разлагали вот этот корень Мы еще пользовались тем, что мы выкидывали квадратичные члены здесь Правильно? По омеге То есть кроме условия того, что логарифм должен быть большой Собственно мы ищем в главном логарифмическом приближении ответ У меня должно быть еще условие, что следующий член разложения по омеге Вот в этой процедуре Разложение корня Должен быть мал по сравнению с предыдущим Но на самом деле нетрудно проверить, что условие Что логарифм большой, оно покрывает этот случай То есть действительно, когда у вас омега много меньше, чем энергия Вы всегда можете разлагать этот корень, как мы делали То есть выкидывая квадратичные слагаемые И соответственно логарифм у вас тоже будет велик То есть мы получили вклад в главном логарифмическом приближении Видно, что этот вклад не имеет вот такого подавления Дополнительного гамма-фактора в квадрате В отличие от вот этого Поэтому областью 2 мы можем по сравнению с областью 1 пренебречь То есть вот это будет главный ответ Внимательно еще раз на это все посмотрите И задайте вопрос Все ли вам понятно? А на диаграмме вы начали договорить вам Может вы не посчитали его? Да нет же, почему? Мы посчитали обе диаграммы Вот эта формула, она же Обратите внимание, мы когда пользовались этой формулой Мы взяли вот этот член Откуда он взялся, этот член? Он взялся как раз из интерференции диаграммы Когда он у вас отсюда излучается С диаграммой, когда у вас со второй линии он излучается Отсюда возникает вот этот перекрестный член То есть это же общая формула Она вам все диаграммы суммирует Здесь вот сумма по всем и-ф, сумма по всем и-ф Сумма по всем и-ф Это есть суммирование всевозможных диаграмм Для полного сечения То есть по модулю в квадрате уже, когда амплитуду возводите Вот, то есть главная здесь трудность какая была Вот все вот это писать, это автоматически достаточно можно сделать Я имею в виду вот эти выражения для дифференциального сечения Для функции f Главная трудность была найти t-минимальное Вот это была самая нетривиальная процедура Давайте на примере следующей задачи У нас еще где-то минут 20 Я вас займу Попробуем Можно еще здесь писать? Да А вот там в скобке, где у нас почти Вот здесь вот? Да, вот поштрих приравняет к b-нус Он говорит, я здесь на b-нус Из каких соображений он сделает? Что приравняет? Вот отсюда сюда перешли? Нет Отсюда сюда? Да Нет, отсюда сюда это все просто Отсюда сюда я просто подставил, что такое поштрих по модулю У меня же поштрих есть выражение для поштриха? Выражение для поштриха я нашел А нетривиальный здесь в этом смысле переход Отсюда сюда Вот отсюда сюда переход нетривиальный Это то, что у вас клиниарная кинематика Что у вас угол рассеяния 0 и фотон летит куда-то То есть вот самое нетривиальное Это вот это место Вот это место Переход отсюда вот сюда Ладно, давайте Еще может какие-то вопросы есть? Здесь некие нетривиальные вещи Что, во-первых, мы считаем с логарифмической точностью интегралы То есть мы смотрим, в какой области у нас набираются большие логарифмы То есть логарифмы у нас набираются в области в целой, да? Не в какой-то точке А в целой области И, пользуясь асимтотическим выражением, мы эти логарифмы как-то выцепляем Большие Видно, что они здесь из разных мест идут Но они во второй области, например, они просто будут подавлены по сравнению с главной областью Не говоря уже о том, что вот этот логарифм Да? Вот этот логарифм Ну, правда, он в квадрате Но он только один гамма-фактор содержит Здесь у вас 4 гамма-фактора Ладно, давайте Если вопросов нет Раздат вопрос какой-то у вас? Нет? Нет? Тогда давайте рассмотрим следующую задачку, четвертую Следующая задача будет такая Рассмотрим Е-Е- рассеяние С излучением дополнительного мягкого фотона То есть у нас есть две невозмущенные диаграммы Без излучения Знак минус между диаграммой вас не смущает Мы не диаграммы вычитаем, да? Соответствующие выражения для амплитуд У нас здесь тождественные электроны Поэтому мы должны вторую диаграмму Вклад второй диаграммы со знаком минус брать Да? Напоминаю И попробуем найти в ультралитивистском пределе для простоты Чтобы весь анализ был более простой Мы будем рассматривать предел, где S много больше M в квадрате То есть ультралитивизм будем смотреть Найдем Найдем То же самое То есть найдем D-сигма Один по D-омега Спектр Найдем спектр мягких фотонов То есть вот такое дифференциальное сечение Называется спектром мягких фотонов D-сигма по D-омега Это прямо измеряемая Измеряемая, в принципе, величина То есть ее можно измерить Для начала нам нужно сечение D-сигма 0 D-сигма 0 То есть сечение без излучения Как раз вот такой случай Сечение без излучения Мы его с вами писали на лекциях В прошлом году вы соответствующую амплитуду Считали на семинаре Насколько мне известно Поэтому я сразу пишу выражение Для неполяризованного сечения Это есть 4P α в квадрате В Борновском приближении мы работаем Здесь стоит потоковый фактор Дальше у нас две диаграммы От первой диаграммы Единицы на T в квадрате Вот эта передача Это T у нас T в квадрате Здесь стоит S в квадрате плюс U в квадрате пополам Плюс 4 квадрата массы T минус M в квадрате Это вклад квадрата первой диаграммы Дальше вклад квадрата второй диаграммы Точно такой же, только с заменой T на U То есть будет единица на U в квадрате Здесь S в квадрате плюс T в квадрате Поделить пополам Плюс 4M в квадрате умножить на U минус M в квадрате А третий вклад Он идет от интерференции Первый и второй диаграммы То есть он в себе содержит единицы на T и единицы на U А в числителе после взятия следов Там возникает S минус 2M в квадрате и S минус 6M в квадрате Вот такое выражение получается Опять же, мы вычислим этот спектр в главном логарифмическом приближении То есть мы будем следить только за большим логарифмом который у нас возникает То есть что это такое Это тормозное излучение Е минус Е минус рассеяния То есть на самом деле очень важный процесс используемый для измерения светимости в коллайдерах сам по себе фоны электродинамические И мы можем малой кровью получить вот эту поправку с излучением одного фотона То есть в принципе видно, что метод мягкофотонное приближение достаточно полезный как минимум Так, ну давайте в доске кто-нибудь идите кто бы пошустрее это сделал Евгений, давайте вы еще раз сходите Но сначала общую формулу пишем Просто чему это равно Дсигма 0 пишем как Дсигма 0 Здесь будет интеграл Чуть-чуть посильнее на мел Да видите, как я делаю Все видно Да, это мы считаем спектр И подставляем, что такое DW1 Для нашего процесса У нас везде электроны Вальфа на 2П вынесли Ф от чего? Да, только если вы знак минус вот этот не пишите То оно будет еще со знаком минус Наверное, да Минус по конечным Какой вклад будет? Там у нас тоже электроны Такой же вклад Такой же Двойку можно написать Дальше смотрим Вот эти слагаемые Есть от Tain варианта и от Uin варианта вклада Давайте от Uin варианта сначала напишем вклады То есть их тоже будет 2 Тоже 2 Знак будет уже минус А, там минус у нас Это вы от U написали, да? Или от T? От T, да? От T А теперь от U, да? О, и D-сигма 0 Это все на D-сигма 0 D-сигма 0 просто пока так напишите Вон, давайте соображать Откуда пойдет Откуда пойдет логарифмически большой вклад Где у нас сечение Я, кстати, здесь прошу прощения Я здесь еще что-то забыл Раз он у меня дифференциал То, наверное, нужно D-T написать, да? D-T еще, да? Вот При каких T у меня сечение Вообще имеет Особенности Но к бесконечности идет? При каких При малых T, да? Оно идет к бесконечности А еще при каких величинах? При малых U Малые T отвечают рассеянию на угол 0 Правильно? Малые U отвечают рассеянию на какой угол? На угол P Правильно? На угол P Вот То есть мы С вами понимаем Что при интегрировании Вот здесь мы будем интегрировать Мы будем интегрировать по D-T, да? У нас главный вклад Вот этих сингулярностей Будет при малых T и при малых U Малые T, малые U А при малых T Будет у нас вообще логарифмический какой-нибудь вклад? Или нет? Давайте подумаем Отсюда будет Да, отсюда будет Вот это выражение прямо Если мы асимптотику при малых аргументах возьмем Да? Оно с минус T сократится И будет логарифм Нужный Верно? Будет нужный логарифм А при малых U Наоборот вот это сработает Вот это сработает А теперь давайте А с интерференцией он нам Что-нибудь может Да, с вот этим слагаемым Действительно он может дать Скажем, при малых T и при малых U Он может дать какой-то вклад Да? Хорошо Теперь давайте такой трюк с вами сделаем Вот у нас есть тождественные электроны И для этих тождественных электронов Понятно, что достаточно рассматривать Область только малых углов рассеяния А углов рассеяния близко к π Можем не рассматривать Почему? Потому что при интегрировании полного сечения Вы должны будете поставить еще Фактор симметрии У вас в конце 2 тождественных частицы Правильно? И вы должны поставить Одну вторую Одну вторую Вот вы можете Эту одну вторую Не ставить И учитывать Только область малых T В этом выражении Да? Либо можете поставить Одну вторую И считать область И малых T И малых U Понятно, что И симметрии Вклады одни и те же От малых T И от малых U Будут Вот это соображение Понятно? То есть у вас все симметрично То есть T и U В выражении в квадратных скобках Хорошо, давайте поэтому Сосредоточимся только на области малых T А малые U Не будем учитывать Просто не записывая Одну вторую Общим множителем Вот у нас есть Тогда Вот отсюда Вклад И мы можем написать Чему равно сечение D сегма 0 По D минус T Когда у нас T малу Минус T Много меньше S Что это такое будет? У нас есть еще соотношение Что S плюс T плюс U Чему равно? 4M в квадрате Да? Поэтому если T малу Я им пренебрегаю А массой Я тоже пренебрегаю По сравнению с S Да? То U У меня примерно Чему равно? U минус S Да? То есть здесь можно написать Что U Примерно минус S Тогда все сечение Как себя ведет? Да? От всей квадратной скобки Что останется-то? Можно ее и не рисовать Так Уж сурово T в квадрате Просто S в квадрате И все Этих вкладов у вас нет Правильно? Потому что U Оно примерно S То есть они гораздо меньше будут То есть они по S подавлены будут И этот вклад И этот вклад по S подавлены То есть у нас очень простое выражение Для дифференциального сечения То есть мы поняли Что при малых T Вот отсюда пойдет большой логарифм Из-за синтетического разложения Но если внимательно посмотреть Глядите У меня S Большая величина Минус U Это тоже примерно S Да? Вот это же тоже примерно S Да Я их вычитаю одно из другого И что можно про них сказать? Как они себя ведут? Не совсем Давайте аккуратнее напишем Вот при больших аргументах Это что такое F? Это логарифм Ну вот напишите его Как он выглядит То есть это логарифм 4 логарифма Ну двойку можно сократить Один логарифм Минус второй логарифм Нет Так пишите минус U Пока аккуратно все надо делать Потому что мы уже поняли Что здесь малость какая-то будет Эта малость может быть такая же Как здесь Да? Поэтому здесь нужно аккуратно все делать Окей Ну объединяем эти два логарифма То есть первые и последние слагаемые Они тоже вроде бы малы Да? Так же как и средняя слагаемая При малых t При малых t Оно ведет себя Средняя слагаемая Как минус t делить на 4m в квадрате Правильно? Вот это средняя слагаемая Ведет Не, давайте все-таки аккуратнее запишем Да, вот так Здесь масса состава Да А теперь подставляем Минус U Это что такое у нас? Да, да, да Вопрос какой-то Вот глядите внимательно еще Средняя слагаемая Средняя слагаемая При малых t ведет себя Как минус t Делить на 4m в квадрате Вот отсюда Заряды асимптотики Да? А мы сейчас смотрим На крайние слагаемые Это и это И видим, что Оно тоже себя ведет Как t Да? Оно тоже себя ведет Как t Да, как t То есть оно будет Давать логарифмический вклад При интегрировании С вон тем d сигма 0 Верно? Но оно по сравнению С центральным Оно подавлено Потому что здесь у нас Стояла масса в квадрате А здесь стоит u А u это примерно Минус s То есть это большая величина По сравнению с массой Да? То есть Вот эти штуки Они тоже дают большой Они тоже дают большой логарифм Но он подавлен Как единица на гамма-фактор в квадрате По сравнению с вот этим вкладом Правильно? Вот Отлично Давайте запишем тогда Чему это все будет равно Пишем То есть какой у нас интеграл получился Все коэффициенты Выносите аккуратно Их записывайте Вместо f Вместо вот этого f Подставляйте его Симтатическое выражение Сейчас Можно чуть пояснить Вот у вас Есть 2 Вот это 4pi А вот это 4pi 8 2 и 4 третьих 2 и 4 третьих Окей Ну и аргумент Еще то то что там 1 четвертая есть Минус t Минус t положительная величина 4m в квадрате Отлично Но есть еще вот это Д минус t и t в квадрате Д минус t И t в квадрате Ну отлично Все лишнее сокращаем Интеграл Мы по d минус t должны проинтегрировать Интегрировать мы будем так же как в прошлой задаче От некого t минимального до какого-то t максимального То есть раньше t минимальное когда излучения не было Оно было равно нулю А сейчас появится какое-то t минимальное И прошлая задача нам подсказывает В какой кинематике это t минимальное нужно искать Что это тоже будет коллинеарная кинематика Минус t Значит верхний предел Мы поставили порядка массы Это что такое Это с логарифмической точностью Мы можем тянуть Вот эту асимптотику Вот эту асимптотику До кси порядка единицы Ну там как я уже говорил Можно написать массу поделить на 50 Или на какое-то большое число Но под логарифмом это большое число Его можно выкинуть параметрически По сравнению с нашим большим параметром У нас какой большой параметр У нас большой параметр Это s делить на m квадрате И это энергия делить на омега Где омега это частота мягкого фотона Вот Ну давайте запишем это То есть что получится Логарифм И на этом наверное сегодня Ну сейчас под панематику несколько слов скажем И остановимся Куда у делать? А? У У? Где? Вот здесь? Вот здесь? Вот здесь? Здесь? Нет, быстрее потом А здесь? Смотрите, да А потом на 1 Ну смотрите, он на у сократил Здесь стоит под логарифмом 1 Плюс 1 Плюс тезик Где в сечении? Ну вот здесь А здесь? Нет Ну где nrp написал ответ И вот Интераправа Понимаем Вот это и написал Да У А что такое? Это у, которое Из логарифма Из логарифма 4 Какое из логарифма Что-то не понимаю Мы уже Погодите, аккуратно Мы вот эти f крайние Брали асимптотику при больших аргументах Там были логарифмы А вот для вот этого f Мы же взяли асимптотику при малых аргументах То есть вот эту асимптотику О каком логарифме вы говорите? Я чуть не очень понимаю В смысле вот мы Ильдар, покажите Мы сейчас будем Это уйдет от этих слагаемых А мы сказали, что оно Подарвано Из-за гамма То есть По сравнению с этим слагаемым Действует масса Обеспечивает у Поэтому мы берем Это слагаемые То есть То есть мы Выкинули подавленные По единице на гамма Слагаемые По единице на гамма Квадрат даже Слагаемые То есть вот эти вклады Они тоже логарифмически усилены Но содержат дополнительный Гамма-квадрат Знаменатель Хорошо, давайте С вами Это можно уже все стереть Пару слов про кинематику Скажем А ты минимальное На следующем семинаре найдем Погодите Что у нас есть Какие у нас есть Законы сохранения Что мы можем сказать Если мы в системе Центра инерции работаем Вот у нас В начале было Два электрона В конце было Два электрона То е1 штрих Е2 штрих Е1 е2 Е2 и фотон В системе центра инерции У меня е1 равно Е2 равно е Да То есть какие законы Сохранения Мы можем Можем здесь написать Здесь все можем написать Здесь внешнего поля нет Поэтому все законы Сохранения можем написать Да Давайте их напишем Ну е1 плюс е2 Это два е Просто Ну Можете написать Два е Два е Плюс омега Да Угу И Закон сохранения импульса В начале импульса Чемура В начале полный импульс Чемура Трехмерный Семи центра инерции Здесь 0 В конце Ну это векторы же Давайте пока их как векторы писать Угу Плюс ка Да Вот такая вот Вот такая вот штука Да Получилась Вот такая штука Угу Вот Ну дальше мы Что можем сделать Нам нужно написать Что такое Т минимальное Вот у нас законы Сохранения Что такое Т минимальное Ну со знаком минус Что это такое Как оно определяется Тут у нас передача импульса Между этим И этим все таки Ну то есть у нас тут у меня Как в ядре Так ведь То есть у тебя на П1 Так ведь Так ведь Но ее можно же По-другому написать Вот у меня Вот эта передача Она Смотря куда вы Вот этот фотон Прицепите Мы прицепите Да К какой линии Какой линии Ну вот для определенности К какой линии Ее прицепим К верхней К нижней Ну если так напишем То к нижней прицепляем К нижней Ну давайте Если к нижней прицепляем Тогда Давайте перепишем Это все Через Через нижней Да Давайте к верхней То есть мы Сейчас уже смотрим вот такую диаграмму да от одну из диаграмм у нас вот такая диаграмма е и один штрих здесь 10 до вот в квадрате со знаком минус да все подрать со знаком минус вот и вот и у этого значения нам нужно найти минимум минимум здесь уже все четыре компоненты есть у 4 вектора поэтому отдельно пишем это для нулевой компоненты отдельно пишем для трехмерной для нулевой компонент это что такое будет и один штрих минус е омега все в квадрате до со знаком минус но то с вектором да вот так вот так что мы должны дальше сделать дальше мы должны предположить какая кинематикой дает нам минимальная ты у нас уже есть некий некая интуиция из 3 задачки да что это коллинеарная кинематика нужно это как-то проверить и нужно выразить я один штрих выразить через омега из закона сохранения и по один штрих выразить через омега из закона сохранения по по один штрих на самом деле если вы и один штрих нашли то вы и модуль по один штрих тоже сразу найдете потому что есть только коллинеарная кинематика важно но в качестве маленького тогда вам домашнего задания и мы с этого начнем на следующем семинаре как из закона сохранения найти вот эти величины Нужно их выразить через частоту То есть раньше, когда излучения не было E1' равен в точности E А P1' по модулю равен в точности P Когда появилось излучение, они чуть-чуть изменились Вот это изменение нужно найти отсюда Вот дома подумайте, как это сделать И мы с этого начнем следующий семинар На сегодня все Продолжение следует...